Здравствуйте! Это новости 24 на телеканале ННТ в студии Хадижа Курбанова и прямо сейчас о том, что ждает вас сегодня в выпуске. На одной из улиц Макачкалы вспыхнул пожар. На Гайском районе также продолжается горение нефтяной скважины. Подробности чрезвычайных происшествий и их последствий в сегодняшнем выпуске. Непобежденный боец Хабиб Нурмагомедов вернулся на родину в аэропорту Макачкалы. Он ответил на вопросы журналистов. Молодежь против наркотиков, а молодежь Ленингента за здоровый образ жизни. В поселке устроили спортивное мероприятие. Собрались почти все местные жители. Сегодня утром в Макачкале произошел пожар. Об этом сообщает МЧС по Республике Дагестан. Огонь вспыхнул на первом этаже многоквартирного дома по улице Гагарина. По предварительным данным пострадал один мужчина. Эвакуировали 20 человек. Разрушений нет. Выбиты окна и двери. По сообщению спасательного ведомства, в данный момент пожар ликвидирован. В Дагестане решили не тушить нефтяную скважину, которая горит в Нагайском районе уже седьмой день. По данным МЧС Республики, дальнейшие действия по ликвидации пожара могут привести к более тяжким экологическим последствиям. Созданным оперативным штабом по ликвидации нефтегазоводопроявления принято решение оставить газовую скважину в горящем состоянии до снижения пластового давления и ее обводнения. Дальнейшие работы по тушению пожара планируется провести после выполнения этих мероприятий и в дальнейшей консервации скважины. По данным ведомства, угрозы местному населению это не несет. Группировка ведомства покинула объект. Безопасность на объекте, уточнили в МЧС, обеспечит недропользователь. Роспотребнадзор страны ввел в всеобщий масочный режим по всей России. Теперь абсолютно все граждане страны обязаны носить маски, находясь в общественных местах – в такси, в транспорте, на парковках, в лифтах. Ведомство также ввело запрет на ночные рестораны и зрелищно-развлекательные мероприятия с подачей питания с 11 часов вечера до 6 часов утра. Новые правила вступят в силу с завтрашнего дня. Непобежденный боец Хабиб Нурмагомедов вернулся на родину. В аэропорту Махачкалы чемпиона UFC в легком весе встретил министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан, а также родственники и болельщики. Здесь же он ответил на вопросы журналистов. Нурмагомедов рассказал, что прошедший бой был для него особенным во всех отношениях. Особенно тяжелым, потому как спортсмен болел за две недели до боя. Незадолго для главного спортивного события этого года повредил ногу. Бой даже был под угрозой срыва, однако все-таки состоялся. Но самое тяжелое для бойца было отсутствие на турнире его постоянной поддержки и опоры отца Абдулманапа Нурмагомедова. Менщины были очень особенные, принципиальные. И сам лагерь тоже очень так тяжело пошел. Как прилетел туда, что-то две недели болел. Я был в больнице, шесть дней мы были на дистанции, а потом я чуть сюда пришел, начал тренироваться. Это очень тяжело, но это тяжелое тренирование, терпение, оно удалось не повредить свои результаты. Отвечая на вопросы о своевременности принятого решения покинуть октагон навсегда, Нурмагомедов ответил, что именно сейчас самое подходящее время. То, что я принял решение, я очень счастлив, что я это решение принял. И я считаю, что это самое лучшее подходящее время для того, чтобы принять такое решение. На пике уйти не каждый может, и практически никто и не отходил. Но я знаю, что хоть через год, через два, три, хоть через пять, но придется же принимать это решение. И я сделал достаточно в этом виде спорта, чтобы считаться лучшим. Чемпион также поделился с журналистами о своих планах на ближайший месяц. По его словам, он намерен немного отдохнуть и осмыслить происходящее. Также будет помогать своим товарищам, которые продолжат свой путь в UFC. До 100% увеличат оплату больничных родителям детей в возрасте до 7 лет. О президентском поручении сообщается на сайте Кремля. Выплаты предполагается осуществлять независимо от трудового стажа родителей. При этом глава государства Владимир Путин поставил перед правительством задачу найти источники финансирования для выплаты. Также российский лидер поручил Кабмину подумать о новых мерах поддержки детей, чьи родители не платят алименты. При этом предусматривается сохранить меры административной и уголовной ответственности. Срок выполнения до 1 августа 2021 года. В Дагестане за год отремонтировали более 130 школ. Ремонтные работы проводились в рамках проекта «100 школ». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона. Одним из участников проекта в этом году стала Новочеркейская школа номер один в Кизлюртовском районе. На ремонт учреждения было направлено порядка 2,5 млн. рублей. На эти средства отремонтировали кровлю, заменили окна и двери, обновили полы, провели отделочные работы, а также заасфальтировали дворовую площадку. Отметим, что проект «100 школ» стартовал в Дагестане в первой половине 2018 года. Согласно замыслу, ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях выполняются не только за счет бюджетных средств, но и при поддержке меценатов. По данным власти региона, за первые два года реализации проекта отремонтировано более 300 учебных заведений. Авиакомпания «ЮТР» запустила рейсы из Махачкалы в Ростов-на-Дону. Маршрут открыт из-за высокой востребованности направлений. До этого по данной линии выполняли полеты на воздушных судах авиакомпании «Азимут». Всего во время действия зимнего расписания между Ростовом-на-Дону и Махачкалой будет выполняться до шести рейсов в неделю. В Татарстане стартовал второй международный форум «Богословское наследие мусульман России». Мероприятия в рамках форума проходят в смешанном, очно-дистанционном режиме. В них принимают участие около 250 человек из разных регионов России, государств Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Из Дагестана в форуме принимают участие представительная делегация, в состав которой входят представители органов госвласти, руководители образовательных учреждений, научного сообщества и общественных организаций. С приветствием к участникам форума обратился и министр по национальной политике и делам религии Дагестана Энрик Муслимов. Он вручил ректору Болгарской исламской академии Данияру Абдурахманову благодарственное письмо за укрепление межнациональных и межконфессиональных связей, развитие межрегионального сотрудничества между Республикой Дагестана и Республикой Татарстан. Во-первых, выполнить то, что задачу поставил президент РФ о возрождении российско-исламско-богословской школы. Мы сегодня должны взаимодействовать между субъектами. Вы знаете, что в Дагестане самая большая мусульманская ума с республикой РФ, поэтому для нас очень важно быть надежными партнерами на площадках Болгарской исламской академии. Действительно, здесь можно ставить, обсуждать и находить варианты решения насущных проблем для мусульманской ума. Главная цель научного форума – возрождение Отечественной школы исламского богословия, сохранение и приумножение многовекового образовательного и научного мусульманского наследия. Болгарская исламская академия, где проходит форум, является одной из главных площадок духовного шелкового пути. Форум продолжится до 30 октября. В поселке Ленинген прошло спортивное мероприятие под девизом «Молодежь против наркотиков». Состязания проходили по различным видам спорта. На открытии присутствовали представители власти, религиозные и общественные деятели. Подробнее расскажет Хамзанур Магомедов. Давай, давай, давай! Перетягивание каната, стрельба из лука, армрестлинг и другие виды спорта. Жителям поселка устроили настоящий праздник. За звание стать чемпионом соревновались как дети, так и взрослые. На открытии мероприятия присутствовали представители власти, религиозные и общественные деятели. Инициатором спортивного фестиваля выступил Общественный совет патриота Ленингента при поддержке администрации города. «Наша молодежь, здесь много наций, чтобы межнациональных розы не было, чтобы все объединить народ, нацию, поселок объединить. Чтобы понимали все молодежи дальше, что вместе жить надо всем». «Все получилось благополучно. Дети, вот как радуетесь, вы видите, все получили позитивную энергию. И дальше это все стимулирует нас на дальнейшие действия в плане патриотизма нашей молодежи и самих». По итогам спортивных состязаний, всем победителям-призерам по различным видам спорта вручили медали, грамоты и памятные подарки. Всех желающих также угостили узбекским пловом и чаем. Хамзанур Магомедов, Ислам Халиков, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, поселок Ленинкент, Махачкала. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»